Ключевыми международными событиями недели с участием Казахстана стали общие дебаты на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встреча на высшем уровне в формате Центральной Азии США. Мой коллега Олег Журкевич подключается с деталями. Да, Альмира, во время таких встреч не только политобозреватели, но и обыватели, помимо сказанных слов, любят обращать внимание на мимику, жесты и прочее, ну, те же флаги, например. А что с ними? Да, собственно, ничего, стоят себе в алфавитном порядке, слева направо от флагопринимающей страны, то есть США. А вот рассадка за столом действительно уже была иная. Но наверняка не это самое главное. Ну, конечно. Главное, что за 8 лет существования формата Центральная Азия США впервые встреча прошла на уровне президентов. Вот фотосвидетельство из 2015 года. Американский госсекретарь Джон Керри и министр иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. А это свежий кадр. Подмечу, что расстановка для совместного фото поменялась. И это уже не алфавитный порядок, а тот же протокол, что у рассадки за столом. Но куда важнее деталей контекст. А он в том, что в течение последнего года лидеры стран Центральной Азии в формате пятерки встречались со своими коллегами из Китая и России. Американский президент Джо Байден приглашением на эти переговоры показал, что для США регион тоже играет важную роль и есть стремление наращивать сотрудничество. У центрально-азиатских стран хоть и нет какого-то своего отдельного интеграционного объединения, в разных составах они представлены в ряде других, более масштабных, тем не менее перед приездом в Нью-Йорк президенты собирались в Душанбе, чтобы сверить часы. Официальные итоги переговоров в формате Центральная Азия США, понятное дело, были обернуты в обтекаемые формировки и более очевидны они станут по дальнейшим действиям, а не словам. Как на коллективном, так и на двустороннем уровне. Кстати, приезд на общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН – это прекрасная возможность за короткий срок провести ряд важных встреч, потому что в эти дни в Нью-Йорке собирается очень много глав государств. Внешний антураж таких переговоров самый, что ни на есть, аскетичный, вместо пышных убранц-президенций – обычные офисные перегородки. Центральным мероприятием в рамках поездки президента в США стало его выступление с трибуны Организации Объединенных Наций, прекрасно знакомой ему. Напомню, в свое время Касымжмар Токаев стал первым в истории казахстанцем, который занял должность заместителя генерального секретаря этого самого авторитетного международного объединения. Основные тезисы речи главы государства на этот раз касались статуса ООН, вопросов глобального права, экономики и экологии, а также безопасности, которая зависит от каждого. Поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма. Красной линией через все выступления Касымжмар Токаева проходил постулат о том, что Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем. Спасибо, Олег, за кратки, но емкий обзор. Продолжение следует...